Поговорка «всё хорошо в меру», как никогда актуальна и для сна. В Вашингтонском университете в Сент-Луисе опубликовали результаты многолетнего исследования мозга пожилых людей. Учёные выяснили, что нарушение когнитивных функций наблюдалось не только у людей, которые спали мало, но также и у добровольцев с избыточным количеством сна. Когнитивная функция мозга охватывает кратковременную память, зрительную память, а также обработку информации. Тесты на когнитивные способности являются нашим методом оценки различных типов памяти и функций мышления. Например, есть тесты, предлагающие назвать как можно больше наименований животных за определённый период времени. Исследование длилось около 4,5 лет, а средний возраст участников — 75 лет. В отличие от предыдущих исследований, основанных на простых опросах людей о времени сна, во время эксперимента доктора Брэндона Люси, точная протяжённость различных стадий сна фиксировалась с помощью электроэнцефалограммы. В исследовании участвовало 100 человек в возрасте от 65 лет и старше. За ними наблюдали на протяжении определённого времени, чтобы изучить изменения мозга, вызванное возрастом и болезнью Альцгеймера. В ходе эксперимента проводился ряд сложных медицинских тестов. «Мы делали нейровизуализацию, то есть снимки мозга, изучали их сон. Кроме того, им также делали люмбальные пункции, чтобы взять пробы жидкости вокруг головного и спинного мозга. Таким образом, измеряются показатели, которые меняются при болезни Альцгеймера». В ходе исследования учёные попытались ответить на вопрос, как именно связаны качества различных стадий сна и нарушения функций мозга при болезни Альцгеймера. «Согласно гипотезе, наблюдается взаимосвязь между сном и болезнью Альцгеймера. Это означает, что изменения качества сна могут быть маркером развития этой болезни. Есть также доказательства того, что нарушения сна могут играть роль в развитии болезни Альцгеймера». Исследование показало, что для каждого человека существует золотая середина, когда определённая продолжительность сна способствует нормальной работе мозга. Среди участников исследования была выявлена закономерность. Нарушение когнитивных функций наблюдалось у людей, спящих менее 4,5 или более 6,5 часов в сутки. При этом важно отметить, что время сна, фиксируемое электроэнцефалограммой, обычно на час короче времени сна, фиксируемого самими пациентами. Для пожилых людей-участников эксперимента более длительный сон являлся признаком низкого качества сна. «Каждый человек должен выделять себе достаточно времени для сна. Для большинства людей это время составляет от 7 до 8 часов». Исследователи подчёркивают, что проблемы со сном в целом обострились во время пандемии. И если ночью вы просыпаетесь из-за чувства нехватки воздуха или же регулярно чувствуете себя невыспавшимися в течение дня, это может быть признаком одного из расстройств сна, которые в настоящее время поддаются лечению и диагностируются во время визита к специалисту. Алексей Горбачёв, Сергей Дагатарь, специально для программы детали.